ох ну и поправилась я в последнее время вроде не ем много надо глянуть что об этом пишут в интернете резко поправилась из-за чего это может быть так основная причина набора лишнего веса чрезмерное питание на фоне малоподвижного образа жизни роль играет и уровень гормонов например высокий кортизол усиливает тягу к быстрым углеводам ускоряя набор жир в области живота ясно как всегда куча вариантов спрошу-ка я лучше доктора чаще всего резкая прибавка в массе тела она больше связана наверно с поведенческой реакции потому что прибавка в массе тела при эндокринных заболеваниях она сопровождается как правило симптомами дополнительными и для пациентов они не проходят незаметными поэтому если идет резкая прибавка в массе тела конечно обратиться к врачу обязательно нужно но зачастую вы можете сначала понаблюдать за своими привычками пищевыми как вариант это ведение пищевого дневника когда вы будете понимать насколько много вы съедаете или насколько наоборот вы съедаете вредной пищи полезной пищи насколько превышает прибавка ваших калорий над расходом их потому что современный образ жизни он малоподвижный очень редко когда используется достаточная физическая нагрузка даже ежедневная ходьба в режиме в аэробном 30-40 минут не всегда она присутствует жизни человека а работа напротив становится более гиподинамичная то есть это сидение на стуле в кабинете либо это ходьба по коридорам и динамичной физической нагрузки в жизни человека конечно не хватает еще очень важно начать может быть себя или с врача потому что большое количество исследований сейчас человек может сделать по своему желанию и знать большое количество показателей предлагают лаборатории но нужно понимать какие показатели для чего вы сдаете именно поэтому если возникают какие-то сомнения лучше начать с врача наиболее часто прибавка изменения массы тела при эндокринных заболеваниях это связано с патологией щитовидной железы при недостатке гормонов щитовидной железы когда возникает отечность прибавка в массе тела сухость кожи второе заболевание это заболевание надпочечников когда на теле появляются кроме того что идет резкая прибавка в массе тела на теле появляются с 3 так называемой растяжки все это сопровождается высокими эпизодами эпизодами высокого подъема давления которое плохо контролируется обычной антигипертензивной терапии хорошо а вдруг это гормоны шалят как гормоны влияют на нашу жизнь гормоны нашу на нашу жизнь влияют они и скорее всего обеспечивают потому что каждые гормоны в организме человека отвечает и выполняет четко определенную функцию гормоны щитовидной железы они обеспечивают основной обмен то есть это мышечные мышечную работу функционирование сердечно-сосудистой системы они обеспечивают водно-солевой баланс обеспечивают давление это же относится к гормонам надпочечников они помогают нам переживать стресс гормоны поджелудочной железы кроме того что мы знаем при патологии это сахарный диабет они обеспечивают и переваривание пищи и обеспечивание нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта половые гормоны они кроме того что помогают осуществлять функцию соответственно продолжение рода они помогают поддерживать также и мышечную массу форме у женщин половые гормоны защищают от атеросклероза поэтому при угасании действия половых ганат атеросклероз для женщин становится актуальным мы видим повышенный холестерин мы видим атеросклеротические бляшки и все заболевания сосудов так а если у меня скажем недостаток гормонов что тогда что происходит с организмом при гипотериозе гипотериоз это заболевание которое связано с недостатком гормонов щитовидной железы чаще всего причиной гипотериоза является аутоиммунный тиреоидит когда по непонятной причине собственный организм против себя же вырабатывает антитела антитела замещают действующую ткань щитовидной железы на соединительную и таким образом число действующих клеток щитовидной железы уменьшается и соответственно они продуцируют меньшее количество гормонов самыми есть яркая клиника гипотериоза когда отечность сухость кожи увеличение языка на языке есть следы зубов отечность не только на лице отечность на ногах будет кожа будет плотная у женщин это зачастую задержка менструальной функции и не наступление беременности это яркая клиника гипотериоза но существует много субклинических форм когда клиника не выражена когда клиника не яркая но часто находится когда молодые женщины не могут забеременеть они обращаются к многим врачам и в итоге когда они доходят к эндокринологу находим субклинический гипотериоз который зачастую диагнозом является лабораторным то есть когда мы посылаем на сдачу гормонов щитовидной железы поэтому в настоящее время у беременных при постановке на учет при явке в женскую консультацию ттг гормон берется как правило всем но гипотериоз лечить достаточно ну большей части легко потому что здесь важно назначить гормоны щитовидной железы важно подобрать дозу контролировать ее делать узи щитовидной железы чтобы исключать какие-то узловые образования и ну как правило это пожизненная терапия гормонами щитовидной железы при наступлении беременности доза тиреоидных препаратов увеличивается либо наоборот когда у человека присоединяются заболевания сердца нарушения ритма на доза тоже тиреоидных препаратов она корректируется с учетом всех сопутствующих состояния или наоборот избыток гормонов щитовидки как гипертиреоз влияет на жизнь гипертиреоз это получается заболевание синдром наоборот избытка гормонов щитовидной железы клиника здесь совершенно противоположное человек немотивированно худеет он худеет даже несмотря на очень обильную еду аппетит сильный потому что потому что нарушается синтетическая функция то есть мышцы не получают ту энергию которая поступает человеку с пищей гормонов много это влияет на сердечно-сосудистую систему то есть это может быть нарушением ритма проявляться это учащенным сердцебиением перебоями в работе сердца очень частый признак гипертиреоза это так называемая аутоиммунная офтальмопатия то есть когда но грубо говоря скажем глаза становятся очень выразительные и они ну как будто бы выходят за пределы глазниц такое бывает и компенсируется зачастую при компенсации функции щитовидной железы либо требует отдельного вмешательства офтальмологов лечение в данном случае оно состоит в приеме препаратов тиреостатиков то есть тех препаратов которые блокируют работу щитовидной железы их есть несколько групп таких препаратов и сейчас очень широко используются и методы радио йод терапии когда препараты не принимаются но происходит действие радио активным йодом и еще один метод это хирургическое лечение диагностика гипертиреоза она также основывается на сдаче гормонов щитовидной железы и на данных узи щитовидной железы чтобы понимать узловое есть узлы и нет узлов виноваты и продуцируют избыток гормонов узлы или сама щитовидная железа не но это точно не гипертиреоз говорят люди в нашей области всегда нуждаются в йоде возможно причина в этом какие симптомы и последствия при йода дефиците начать скорее нужно с того что наша область она доходится далеко от моря то есть дефицит йода нашем рационе он является одним из основных причин заболевания щитовидной железы поскольку йод входит в состав гормонов щитовидной железы и в состав активной формы гормонов щитовидной железы когда щитовидная железа работает в условиях дефицита возможно появление узлов то есть участков скопления клеток которые так скажем скажем работают с большим напряжением сейчас в связи с очень широким распространением мультразвуковых методов исследования зачастую находятся случайные находки или очень маленькие узелки которые очень беспокоят людей беспокоят пациентов поэтому при нахождении любого узелочка в щитовидной железе лучше обратиться к врачу и здесь уже будет зависеть тактика от размеров на найденного узла от размеров общего щитовидной железы будет зависеть от гормонального статуса щитовидной железы и в зависимости от этого будут предложены разные методы лечения не всегда это требует применения каких-то препаратов иногда достаточно просто наблюдения повтора узи в динамике наблюдения за узлом а иногда это требует вмешательств и медикаментозных и вмешательств хирурга эндокринолога но все индивидуально и все зависит от размеров узла от его характера а еще говорят что в нашей местности у всех нехватка витамина d нужно ли его пропивать постоянно дефицит витамина d появляется из-за нехватки солнца на сегодняшний день большое внимание уделяется именно витамину d у него есть две таких формы одна из них образуется в коже под действием солнечных лучей вторая поступает с пищей основная роль витамина d в организме человека это участие в фосфорно-кальциевом обмене чего зависит и плотность костей от чего зависит и и мышечная ткань также недостаток витамина d в детстве это всем известный рахит у деток поэтому поступление витамина d с пищей она идет в недостаточном количестве продукты богатые витамином d это яичный желток это рыба жирных сортов но в нашем рационе это все присутствует не всегда и не в достаточном количестве нахождение на солнце к сожалению в нашем регионе в нашей области оно недостаточно то есть любые стекла любые препятствия действия солнечных лучей они уже не действуют на кожу нужным образом и не обеспечивают нужное количество витамина образование витамина d для жизнедеятельности организма поэтому в настоящее время существует много форм препаратов витамина d которые используются заместительной целью чтобы замести чтобы восполнить дефицит витамина d однако в настоящее время есть возможность сдать узнать уровень свой уровень витамина d в организме и либо при отсутствии такой возможности принимать профилактические дозы которые содержатся и витаминах которые содержатся в форме лекарственных препаратов и в форме биологически активных добавок но с биологически активными добавками нужно быть очень осторожными потому что это не лекарственные препараты это количество действующие вещества, которое заявлено, не всегда соответствует истинному содержанию этого вещества. Одно дело, когда вы открываете лекарственный препарат и видите четкую инструкцию с большим количеством описания и механизмов действия, и желательных, и нежелательных, про этот препарат мы знаем все. Чем больше инструкции, тем больше мы про него знаем. И когда биологически активные добавки в лучшем случае написано содержание активных веществ на баночке, это иногда настораживает, и все-таки принимать лучше лекарственные препараты с четкой дозировкой и с пониманием механизма действия вещества. Ой, а еще я слышала, что с помощью гормонов можно продлить молодость. Интересно, так ли это? Продлевают ли гормоны красоту и здоровье? Этот вопрос, наверное, больше касается, ну, прежде всего, заместительная гормональная терапия, когда женщины в период менопаузы как бы продлевают функционирование яичников, женских половых ганат. Очень такая тема была раньше популярная, но опасность этого применения, этой методики, она связана с онкологическими заболеваниями. Поэтому все это делается вместе обязательно с гинекологом под четким наблюдением гинеколога и под контролем всех показателей и яичников и сопутствующих сосудистых показателей. Показатели. Гормоны щитовидной железы помогают сохранить молодость в том плане, что они помогают сохранить мышечную массу, они помогают сохранить тонус мышц, они помогают сохранить активность человеку, что тоже немаловажно для отдаления всех сосудистых осложнений. Остальные гормоны, которые в меньшей степени известны, они в свою очередь влияют и на водно-солевой обмен, и на плотность костной ткани. Все это помогает оставаться человеку дольше активным, помогает оставаться человеку дольше участвовать в физической нагрузке, в интеллектуальной деятельности и, соответственно, таким образом продлевает интерес к жизни и молодости. Я ем много сладкого, а вдруг у меня что-то серьезное? Сахарный диабет – симптомы и опасность заболевания. На сегодняшний день сахарный диабет приравнен к сердечно-сосудистым заболеваниям. При признаке сахарного диабета они достаточно широко известны, они очень широко описываются. То есть прежде всего это жажда длится до 3 литров и более в сутки. Это частое мочеиспускание, особенно в ночное время, когда пациенты это отмечают. Кожный зуд, гноничковые заболевания. Часто это бывает резкое похудение или, наоборот, это пациенты с избыточной массой тела. Опасность сахарного диабета состоит в том, что длительное время человек, не зная свой сахар, он пропускает своевременное назначение лечения, своевременное начало терапии. И спустя, как правило, 5 лет после начала диабета, после обнаружения диабета, уже развиваются сосудистые осложнения. Прежде всего самые опасные это инфаркт миокарда, это инсульт. Также поражаются почки, которые приводят к хронической болезни почек. Поражаются сосуды глаз, которые становятся причиной лазерных вмешательств на глазах. Ну и сосуды ног, микрососудистое русло, макрососудистое русло. Здесь наиболее частая причина ампутации, наиболее частая причина гангрен и атеросклеротических поражений ног. Сахарный диабет бывает двух типов. Это два практически разных заболевания, которых объединяет только синдром гипергликемии, повышенного сахара в крови. Сахарный диабет первого типа – это болезнь, как правило, более молодых людей. Она характеризуется тем, что поджелудочная железа не вырабатывает инсулина совсем. И пациенты в течение всей жизни вынуждены принимать инсулин извне. В настоящее время в форме инъекций есть инсулиновые помпы, то есть различные методики доставки, постановки инсулина. Здесь этот тип диабета, он чаще передается по наследству. Если были родственники с таким типом диабета, то вероятность заболеть выше. Здесь очень важно контролировать сахар. Здесь опасность идет как гипергликемии, так и кетозов. То есть и то, и то является причиной экстренных поступлений в медицинские учреждения. Но пациенты с первым типом диабета после его выявления, они вынуждены с диабетом изучить его, изучить свое питание, изучить хлебные единицы – это показатели углеводов, изучить свои дозировки, они больше знают, как можно подкорректировать свой сахар. Диабет второго типа – это диабет, как правило, людей с избыточной массой тела. Здесь своего инсулина достаточное количество и даже много. Вся патогенез здесь связана с тем, что избыточное количество инсулина не действует так, как у здорового человека. То есть здесь будет также сохраняться сухость во рту, будет сохраняться жажда, но здесь не нужен инсулин. Здесь идут совершенно другие группы препаратов. Здесь идут сахароснижающие препараты, причем выбираются в настоящее время те, которые не будут повышать массу тела. В настоящее время этих препаратов достаточно большое количество, и чтобы подобрать препарат, нужный именно пациенту, здесь учитывается и сопутствующие заболевания, и сердечно-сосудистая патология, и уровень артериального давления, и уровень холестерина. Потому что зачастую гипогликемические препараты, они осуществляют еще дополнительные действия на другие показатели и углеводного, и липидного обмена, и на деятельность сердца. Ох, если это сахарный диабет, то значит придется себя во многом ограничивать. Какая диета соблюдается при этом заболевании? Учитывая, что сахарный диабет первого и второго типа – это разные заболевания, диета при сахарном диабете первого типа, она полностью может контролироваться пациентом. То есть сколько пациент съел, он четко понимает, какое съел он количество углеводов за прием пищи, поэтому такую дозу инсулина он себе ставит. С учетом того, больше углеводов было в этот прием пищи, меньше углеводов, больше белка, меньше белка. У пациентов второго типа диета больше связана и направлена на ограничение количества легких углеводов. Здесь убирается все сладкое, убирается весь белый хлеб, выпечка, поскольку это основной источник легких углеводов. С пациентами проводится беседа о том, что они должны снижать массу тела, пробовать это делать. За счет того, что увеличивается количество белковой пищи, которая оставляет дольше чувство сытости, но сахар не повышает. Нужно помнить, что сахар повышает только углеводы. Ни белки, ни жиры в умеренных количествах сахар повышать не будут. Поэтому все ограничения в диете, они будут касаться углеводов. Уже спустя много лет, когда болеет человек диабетом, там уже будут другие ограничения вводиться. В зависимости от показателей мочи, когда появляется белок в моче, или когда появляются атеросклеротические изменения. Здесь уже вводятся и другие ограничения. Ясно, просто по симптомам и не определишь, что у меня. Нужно записаться на прием и обследоваться у специалиста, а то вдруг это что-то серьезное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok